из дворя из той же эфиопии про мужика который попутешествовал один раз в жизни это путешествие все его жизнь изменила короче мужик без зубы был молочные зубы у него выпали а взрослые не выросли так бы он и загнулся без зубов но у него мама была хорошая она за него всю еду жевала мало того еще и девушку мы нашла которая пообещала для него тоже самое делать короче женился эфиоп на этой девушке и жить без нее не мог далеко от нее не отходил ну самом прямом смысле она же за него все жевала и вот однажды случилось его путешествовать недалеко в соседнюю деревню по каким-то делам застрял он там на ночь заночевал в одной хозяйке утречком хозяйка ему завтрак подала а эфиопии говорит прости хозяйка нечем мне это все жевать тогда хозяйка взяла ступку все туда высыпала потолкла и фил попадала эфиоп впервые за много-много лет почувствовал какова на вкус настоящая нежеванная пища спрашивает он хозяйку ты замужем она говорит нет он спрашивает за меня пойдешь она говорит почему бы и нет ну эфиоп говорит погоди тогда нужно мне с предыдущей женой дела порешать вернулся с путешествия свою деревню и говорит жене вещички собирай выметайся я другую нашел жена однако возмутилась подробности потребовала а как услышала так подняла скандал на всю деревню что типа муж ее по беспределу выгоняет собралась вся деревня все если пришли все четыре местных мудреца и давай судить подрядить кто тут прав кто не прав один мудрец сказал прав без зуба мужик жена его всю жизнь обкрадывала вся соки из его пищи высасывала вся соки из его пищи высасывала а его кормила жвачкой тошнотной зачем мужику с такой женщиной жить второй мудрец сказал нет не прав без зуба мужик жена его за него и за себя челюстями работала вдвое сильней свои зубы изнашивала и все ради него а он ее бросает да такая жена чистое золото и уберечь надо третий мудрец сказал не прав без зуба мужик жена для него делала все то же что делала мама какая еще женщина такое способна а четвертый мудрец сказал нет без зуба мужик прав жена его дура всю жизнь с ним прожила так и не догадалась что еду можно в ступке толочь зачем нормального мужику с дурой жить и вот так вот значит они заспорили и к какому выводу пришли а то в сказке кисказа это такая вот сказка с открытым финалом специальный жанр эфиопского фольклора кто прав кто не прав разбирайтесь сами в принципе все ответы правильные ну не один неправильно до конца ну не один неправильно до конца